Дорогие друзья и коллеги, здравствуйте! Меня зовут Юрий Ганша, руководитель и основатель Международной Школы пространства в хироматии. И сегодня у нас с вами практическая работа. По знакам на руках нам нужно определить профессию. И эта профессия – директор школы. Самый первый знак, и вы знаете, многие из вас знают о том, что квадратная фигура на холме Юпитера под указательным пальцем – это педагогический дар и талант. Суть на самом деле этого знака в том, что квадрат ограничивает наши амбиции. И амбиции, внутренние амбиции учителя – это прежде всего высокие результаты его учеников. Поэтому будем считать, что педагогический квадрат у нас присутствует, и человек может стать преподавателем. Второй момент – линия судьбы у нас начинается с нижнего края руки. На самом деле руку мы разделяем на две части. Посерединке между безымянным и средним пальцем мы проводим такую вот условную ось. И разделяем правую часть от левой части. Правая часть у нас будет внутренняя, левая будет внешняя. Собственно говоря, правая, конечно, безусловно, от меня. Также мы ее называем радиальная либо ульнарная сторона. Еще есть терминология тенарная часть, тенарная сторона и гипотенарная. Но это все вы позже узнаете. Итак, линия судьбы у нас начинается именно с нижнего края руки. То есть с холма, собственно говоря, луны. Вы тоже об этом узнаете поподробнее в последующих наших эфирах. Значит, получается так, что человек выбирает социальную профессию. И здесь у нас как раз-таки картина именно такая. Социальная профессия включает в себя коммуникации, общение с людьми, ну и в то же самое время педагогика. Мы здесь видим на руке, что линия судьбы останавливается возле линии головы на участке, где-то примерно в точке примерно 35 лет. Нет, вот как раз-таки вот здесь. Это о чем говорит? О том, что до 35 лет наш директор школы получал образование сам. Учился через опыт, через трудности и так далее. Потом была адаптация. Из 35 примерно до 50-летнего возраста мы видим о том, что линии судьбы нет. И получается так, что человек жил в некой какой-то колее ни вправо, ни влево. Никаких либо у него карьерных эффектов не было. Не наблюдалось, по крайней мере. А дальше уже от линии сердца мы видим, что линия судьбы продолжает свой ход, и она направляется в сторону указательного пальца. Это один из высоких признаков того, что человек занимает руководящий пост. Как раз-таки этот пост у нас ассоциируется с директорством. Плюс ко всему мы имеем прекрасную, собственно говоря, кольцеобразную фигуру, правда, но угловатая, но тем не менее это некое такое вот кольцо солнца. Кольцо солнца, либо кольцо под безымянным пальцем, которое говорит о том, что человек довольно-таки известен и популярен, собственно говоря, в своей профессии, в своих кругах. Мы понимаем то, что директор – это очень довольно-таки известная величина, крупная фигура, и, безусловно, у каждого ученика, каждый родитель, по сути, должен знать. Мы видим прекрасную у нашей представительницы, мы видим прекрасную длинную линию головы, которая показывает с вилочкой, кстати говоря, на конце, которая показывает о том, что прекрасные аналитические способности, интеллектуальные, ну и прежде всего человек работает головой, работает интеллектом. В нашем случае директор школы – это, безусловно, человек умственного труда. Ну и в конце маленькая вилочка, которая демонстрирует о том, что умение излагать свои мысли на бумаге, так называемый писательский талант, плюс ко всему добавляет, в общем-то, в копилку ее замечательных качеств как педагога и как руководителя. Широкий холм Венеры, который образует нагибающая линия жизни, показывает о том, что довольно-таки большое количество общений и большое количество времени человек проводит, безусловно, за пределами своего дома. Мы понимаем о том, что директор школы – это фигура общественная, и все ее личное время отдана ее профессии. Вот таким вот образом мы будем с вами заниматься практической работой, поэтому подписывайтесь на наш канал, следите за нашими анонсами. И, кстати говоря, на следующей неделе будет мой эфир. Приходите, будет интересно.